Добрый день, дорогие друзья! Шоу АТОУ! Хорошей недели! У нас новая недельная глава, называется она ВАЕЦЕ. И вышел, и вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан. Значит, Яков уходит из дома и идет к своему дяде Лавану в Харан. Потому что Исхак его благословил, чтобы он взял жену из дочерей Лавана, брата матери его, брата Ривки. И Яков приходит в одно место, и стало темно. Он взял из камней этого места и сделал себе ложе, чтобы на нем спать. Что это такое? Почему это он спит на камнях? Дело в том, что Эйсав послал своего сына Элифаза, сына Ады. Ада, впоследствии мы узнаем, что это имя ее реальное, это Басмат. Чтобы он убил Якова. Элифаз это рассказал своей маме Аде. Ада сказала, что убивать его не надо. Она понимает, что Яков святой человек. И Элифаз приехал, нагнал Якова и говорит, что меня папа послал тебя убить. Яков говорит, но я же тебя на руках выничал. Как же ты меня убьешь? Говорит, но все равно отец сказал, что я обязан это выполнить, я это поменять не могу. Яков говорит, ну тогда забери у меня все вещи, забери у меня все, что у меня есть. Оставь меня без одежды, без ничего. И в этом месте считай, что я умер. Потому что здесь дикие звери, здесь страшные народы, никто меня не пощадит. А человек без одежды, без ничего, он все равно что мертвый. Ну и Элифаз решил, ну вот и хочешь помучаться. Все у него забрал. И вот он находится без ничего, в таком месте, где не на чем спать. Опасность Всевышний сделал так, что ночь наступила быстро. Яков взял 12 камней, поставил их на горе. Наши мудрецы говорят, что это была гора Мория, там где врагам приносил Исхака на жертвенник. И один камень подложил под голову и лег на камнях, спит, ничего у него нет. Камни начали между собой спорить ночью. Они говорят, что я хочу под голову Якова. Это кончилось тем, что все 12 камней соединились в один и стали одним ложем для Якова. Интересно, пишет Медраж, что эти камни были взяты из того жертвника, на котором врагам приносил Исхака. Вот из этих камней Яков взял все ложи. Потом пишется, что снится ему лестница, огромная до неба. И вот ангелы поднимаются и спускаются по ней. И на вершине лестницы сам Всевышний. Яков испугался, как страшно это место, это не что иное, как Бог, как Бог, дом Бога. В общем, он испугался. А это врата небес, то есть что-то случилось невероятное. Наши мудрецы говорят, что значит ангелы поднимаются, спускаются. Говорят, что когда человек уходит из страны Кнаан, в другую страну, то ангелы, которые сопровождают человека в стране Кнаан, Якова сопровождали, они поднимаются по лестнице на небо. С ней выпускаются другие ангелы, которые будут сопровождать его дальше, впадая на раме. Но в то время, когда эти ангелы поднимаются, другие спускаются, сам Всевышний стоит и охраняет Якова. Вот так объясняет. И Яков, испугавшись, не знает, что ему делать. Такая страшная ситуация. Всевышний ему говорит, что не бойся, я буду с тобой и благословлю тебя, и отдам всю эту землю. В общем, Всевышний ему обещает все только хорошее. Только Яков должен исполнять заповеди, вести себя достойнейшим образом. И Яков говорит, если Всевышний даст мне хлеб для еды и платье для одежды, то из всего, что ты дашь мне, я буду давать десятину тебе. То есть Яков обещает, потому что нет ни одежды, ни еды, и Лефазума всего лишил. Ну и, казалось, так Всевышний спасает Якова. Яков после этого идет в дом учения Шема и Вера в Хедер, и он там учится 14 лет. Вот такая ситуация, что он вынужден был идти, чтобы подготовиться к встрече с своим дядей. Он хорошо знал, что этот дядя не простой человек. Он понимал, кто он такой. Он знает своего брата Исава. Он понимает, в какую семью он пошел. Ему для этого нужна была подготовка. Поэтому и написано, встал Яков на ноги и пошел в страну сынов Востока. Я не знаю, почему так написано, но, скорее всего, это имеет в виду вот этот Медраж, который говорит, что он 14 лет отучился в Хедере, Шема и Вера. И теперь ему будет 77 лет, когда он встретится со своими родственниками. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берт Абат Исраэль, Павел Бенефим, Самуил Бенгерш, Хайамал Кабат Йосин, Мир Абат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Память Иурия Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахун, Владимир Бен Григорий, Здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Эсхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Трив, Капарина Перв, Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двоера Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ир Ра Бат Вера, Леор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Ханна Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Адива, Мазл Параса Сгула, Ирина Бат Ури, Арона Ребен Ри, Хороший Дух, Арона Ребен Двор, Рогиз Бен Ахум, Абигаль Бат Сара, Ханна Бат Авраам, Парнаса Ибрют, Владир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха, Парнаса Кавана, Мазл ТО, Что мы это время не грешили, Учили ТОРу, Всем всего самого наилучшего, Всем желаю крепчайшего здоровья, Пусть закончится эта страшная война, И до следующих встреч на есть, Настоится завтра в 15.30. Шалом!